Нам удалось найти девушку, которая согласилась рассказать свою историю, при условии, что ее лица не будет видно, а имя будет изменено. Опасным вирусом она уже переболела, поэтому к прививке относятся негативно. Я не вижу смысла вообще в вакцинировании. Поэтому, конечно, я понимаю, что мне нужен был этот QR-код. Как я могу получить? У меня есть знакомая, она мне посоветовала один контакт. Это частная больница, я туда пришла. Сказала, что мне к такому-такому человеку. Я пришла в кабинет, мне рассказали, как это можно сделать. Процедура незамысловатая. Да и сумма Светлану не напугала – 7 тысяч рублей. При этом деньги обязательно переводить на карту. В среднем сумма за поддельный сертификат варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, независимо от того, каким путем ты его получил. И если в больницах не всегда соглашаются на такие авантюры, то вот в сети мошенников масса. Виолетта своего продавца нашла в интернете. Привлекла низкая стоимость услуги – 5,5 тысяч рублей. Я посчитала, что та цена, которую предлагают заплатить за поддельный сертификат, вполне подъемная. То есть я нашла объявление, созвонилась с продавцом. Мы с ним провели беседу. Он мне рассказал, что все будет легально. Мои данные, все проводится через госуслуги, QR-код, все это законно. Купить поддельный сертификат через интернет попробовали и мы. Сейчас Роспотребнадзор блокирует такие запросы в интернете, однако спрос на них не уменьшается. Несколько часов поиска в сети, и мы наткнулись на чат-бот в мессенджере, который предлагает фальшивые документы. Предварительно мы запросили цену и сроки выполнения услуги. И вот что нам ответили. Сертификат вакцинации с внесением в реестр госуслуг стоит 7,5 тысяч. Для заполнения заявки нужны паспортные данные пациента, дата рождения и СНИЛС. После оплаты справка появляется на госуслугах. За такой поддельный документ можно получить вполне реальный срок – до одного года. Интернет полицейские мониторят постоянно. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументировано 17 таких случаев, по которым в настоящее время расследуется 6 уголовных дел. Причем заказчик пойдет под суд вместе с продавцом, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем рисковать. Татьяна Алексеева, Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар.